Глубоко уважаемые коллеги, доброе утро. Несомненно, терапия гематологических заболеваний существенно поменялась в последние годы. Это отразилось и на продолжительности жизни пациентов, и на их качестве, и, конечно же, на нашей нагрузке число пациентов, несомненно, увеличивается. И, как мы посчитали недавно, что за последние 14 лет в Москве в 2,5 раза увеличилось число пациентов. Но для того, чтобы понять, что же происходит сегодня, представить полную картину, несомненно, нужна консолидация данных по пациентам, по их историю болезни в Москве. И такую работу мы начали в 2016 году на базе Московского городского гематологического центра при поддержке неорганизации здравоохранения и медицинского менеджмента Москвы создание базы данных по московским пациентам, так называемый Московский регистр мультинозологических, регистр гематологических заболеваний. Несомненно, ценность его в том, что это реальное отражение нашей клинической практики. Это отражение ситуации вне клинических притоколов, а то, что у нас действительно сегодня происходит в Москве. Мы много раз говорили о целях, задачах регистра. Несомненно, это сбор эпидемиологических данных, заболеваемость, распространенность. Это данных, касающиеся терапии, как быстро и правильно мы диагностируем заболевание, насколько правильно проводим мониторинг, насколько расчет потребностей в лекарственных средствах, в инструментальных методиках и, конечно же, составление заявок на лекарственные препараты. Уже в прошлом году я показывала, что у нас сегодня регистр на сервере. Данные поступают не только из амбулаторных карт и стационарных карт, но и из лабораторий, из всех регистров, которые нам сегодня доступны. Это и раковые регистры, и регистр семинозологии, и регистр орфанных заболеваний. И важно то, что вводить данные могут параллельно различные специалисты по разным нозологиям, и это крайне важно. На сегодняшний день мы проводим работу с целым рядом нозологией, множественный мелом, хронический мелоликоз, лимфома Ходжкина, иммунотробоцитами. В этом году начали работу с пациентами, страдающими гемофилией болезни Вилебранта, милодиспластическим синдромом. Сейчас приступили к работе, к сбору данных по хроническим фенегативным заболеваниям, милопролиферативным, и, конечно же, на следующий год мы приступаем к работе с лимфомами. Первое, с чего мы начали, это множественная мелома. Я вам представлю обновленные данные буквально на этот месяц. Сегодня зарегистрировано в регистре 3 865 пациентов, почти 4 тысячи. Из них живых 2 056, среднегодовая заболеваемость 322, смертность 151. Распространенность 16,98 на 100 тысяч населения, заболеваемость 2,66 и смертность 1,25. Вы видите показатели общей выживаемости пациентов. Двухлетние 90%, пятилетние 48%, десятилетние 29%. Фактически это соответствует американским и европейским данным. Но вы видите, как отличается, несмотря на то, что мы начали применять инновационные препараты, вы видите, как отличается пока жизнь наших пациентов. Это мы наложили кривую продолжительности жизни популяции Москвы, рассчитанной о знании гендерного количества мужчин и женщин. В каждой возрастной страте производился этот расчет. Сегодня при установлении диагноза множественной биеломы средний возраст 66 лет, от 26 до 92. И в основном вы видите, что это пациенты 65 лет и более. А вот отражение теперешней ситуации. Основная часть пациентов – это пожилые пациенты 70 лет и более. Женщины немножечко превалируют по сравнению с мужчинами. В нашем регистре 80% пациентов на сегодняшний день введены подробно. То есть полная клиника гематологической картины и характером терапии. В основном это активные миеломы, хотя мы и другие формы тоже сегодня вносим. Фактически не изменилась картинка по сравнению с той, которую я показывала в прошлом году. Согласно иммунохимической классификации, это в основном G-миелома, а на втором месте А-миелома. По дьюри-сальму, но это в основном третья стадия. И по международной системе стадирования также третья стадия. Начинают терапию пациентов наши доктора в основном с бортозамиб, содержащих схем. Переходя на ревлемид, содержащий схемы, в качестве третьей и даже четвертой линии терапии, применяем сегодня все инновационные препараты, которые у нас есть. Это помолидомиды, ротомаб, эксозавиб, корфилозамид и элотозума. В основном доктора в Москве начинают терапию с курсов ВЦД, на втором месте ПАД и ВМП. Ну а в качестве второй линии, большей частью РД, на втором месте РВД и монотерапия линолидомидом. Однако в последние годы все больше переходят на триплеты. Ну вот вы видите на экране, что сегодня происходит с нашими пациентами. Часть пациентов после первой линии терапии, сегодня она проводится, четверти пациентов, находятся в ремиссии, 23% пациентов, 28% получают вторую линию с линолидомидом, и часть из них 12% ремиссии после второй линии, а 3% пациентов сегодня получают препараты второй линии. Ну вот перед вами доступность препаратов инновационных на сегодняшний день нашим пациентам. Вот столько пациентов удалось назначить препараты новые. Хотела бы показать некоторые данные по препаратам. Применение помолидомида в лечении рецидивов множественной меломы. Сегодня Юлия Борисовна Качкарева подробно представит эти данные, но тем не менее я бы хотела вам показать. Применение помолидомида с дексаметазоном в стандартную схему 25 пациентов позволило достигнуть 36% общего ответа. А применение еще с циклофосфаном позволило улучшить ответ до 47%. При этом это пациенты предлеченные, получающие по несколько схем предварительной терапии, а вот те пациенты, которым назначен был препарат в качестве третьей и четвертой линии, то есть менее леченные пациенты, у них общий ответ достигает аж 75%. Общая выживаемость нашей пациенты, вот красная представлена слева, она практически соответствует зарубежным данным, данные Сан-Мигеля. Применение элотозумаба в лечении рецидивов. 13 пациентов у нас получали этот препарат вместе с револевином и дексаметазоном. И удалось в 54% случаев получить общий ответ. Причем 6 пациентов из них получали терапию в качестве второй линии терапии. И здесь ответ уже, посмотрите, достигает 83%. Выживаемость без прогрессии 70%, общая выживаемость 100%. Части пациентов после того, как появились данные о прекрасной схеме сочетания элотозумаба с помолидомидом, мы начали трем пациентам эту достаточно дорогую, но интенсивную схему. И вот посмотрите, пациент, у которого проведено 5 линий терапии, среди них схема с корфилозомибом. И вот у такого пациента в качестве шестой линии терапии мы назначаем элотозумаб с помолидомидом и дексаметазоном и достигаем общего ответа. Еще одного из трех пациентов достигнута стабилизация состояния. Ну вот стабилизация состояния. Применение иксозамибы было у нас у 15 пациентов. Также достигнут общий ответ в 73% случаев. Бессобытийные выживаемые 74%. Следующий регистр, к которому мы приступили, это регистр хронического милоликоза. Сегодня в нем 1500 пациентов, 1527 живых 1110, распространенность 7,94, заболеваемость 0,86 и 0,2 на 100 тысяч населения смертность. Красные столбики – это число заболевших пациентов в год, и синие – это число умерших. Вы видите, как прекрасно расходятся эти столбики на сегодняшний день. Тоже все-таки возрастная группа. Диагностика в основном – это группа 50-59 лет. А вот состояние текущего возраста – это пациента в основном 60-69 лет. А вот посмотрите на показатели выживаемости. Синяя кривая, нижняя. Отражает выживаемость пациентов с хроническим милоликозом. Если брать всех пациентов, 80, 67, 54, соответственно, 5-летняя, 10-летняя, 15-летняя выживаемость. А вот те пациенты, которые начали терапию с ингибитором тирозинкиназ, неважно, какая фаза заболевания была, у них выживаемость значительно выше, это красная кривая. А пациенты в хронической фазе, начавшей терапию с ингибитором тирозинкиназ, у них показатели соответствуют. Это реальная, рутинная практика. Но, тем не менее, показатели соответствуют европейскому – 93, 79 и 76%. Но, несмотря на то, что говорят сегодня, что сегодня в хроническом милоликозе живут, все же босквичи, не страдающие этим заболеванием, живут дольше. Возможно, конечно, у нас часть накопившихся пациентов, которые ранее предлеченных, может быть, они изменяют так картину. Но я думаю, что в этом есть и наши проблемы, проблемы лечения, прежде всего, комплоентности пациентов. Основная часть пациентов, почти 60%, получают имотениб. Около 30% прилучают препараты второй линии, тостикнуспросилбозотениб. Но части пациентов резистентны к терапии, доступны и препараты уже инновацион третьего поколения, понотениб, которые закупаются двух пациентам при хроническом милоликозе. И в рамках протокола ПФ-114 и АБЛ-01, об этом я буду говорить немножечко позже. Перевод на вторую линию пациентов оказался крайне рациональным. Удалось достигнуть у 67% полного цитогенетического ответа, у 59% большого молекулярного ответа. Лимфоба Хочкина в регистре 4251 пациент, из них живых 3296. Заболеваемость 1,71, распространенность 17,69, смертность 0,24 на 100 тысяч населения. Но вот картинку по заболеваемости и смертности вы видите перед глазами. Тоже в основном женщины, медиана возраст на момент диагностика 33%, конечно, это здесь в основном молодые пациенты, текущий возраст 30-39 лет. Вот общая выживаемость пациентов с лимфомой Хочкина, 92% двухлетние, 88% пятилетние и 82% десятилетние. Применяются схемы, применяемые вы видите на слайде, но хотелось бы буквально об этом тоже будем говорить на конференции, показать буквально два слайда по применению инновационных препаратов. Вы видите, что применение бринтоксимаба у нас проводилось в 47 случаев, и в 76 случаев удалось достигнуть полной частичной ремиссии, и почти у половины пациентов полного метаболического ответа. Применение неволумаба, 11 пациентов он применялся, тоже позволило добиться частичного ответа у значительной части пациентов, и главное, что ни у кого не было прогрессии. И иммунная тромбоцитопения. Достаточно большому числу пациентов доступна эта терапия, и я завтра буду рассказывать более подробно, 194 пациента получали при первичной иммунной тромбоцитопении, 123 пациента ромипластин и 71 пациент L-тромбопа. Несмотря на то, что данные клинических исследований показывают, что препараты одинаково эффективны, тем не менее у нас получилась некая разница в сторону лучшего достижения ответа при ромипластина, и я абсолютно уверена, что все дело в комплоентности, то есть в способе введения того или иного препарата. И при отмене терапии есть тоже некоторые преимущества при терапии ромипластином по сравнению с L-тромбопаком, но еще раз говорю, завтра я об этом буду рассказывать. Мы в этом году начали регистр, касающийся гемофилии, болезни Виллибранта. Вы видите, что в основном это пациенты с гемофилией, а это 60% лекарственных препаратов, целый ряд препаратов, которые нам сегодня доступны по программе семенозологии. Большая часть нозологий, которые вы видели здесь, обеспечивается по программе, многие из них, по программе семенозологии, конечно, сегодняшний регистр познавляет нам автоматически, ну, по крайней мере, здорово помогает в формировании заявок как по семенозологии, так и по ДЛО. И это, конечно, большая помощь в работе. Я благодарю всех сотрудников Московского городского гематологического центра, Боткинской больницы, всех тех, кто, они представлены на слайде, были с авторами и работы с регистром, и данной презентацией. И, конечно же, хочу выделить нашего программиста, Михаила Черникова, который, конечно, ведет огромную работу. И большое спасибо. 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 Спасибо.